Привет, зритель! Как думаешь, что тут такое в древней сумочке, а ты про шею? Тут у нас пустые баночки. Сейчас я начну с баночек, которые не совсем пустые, но они уже заканчиваются и закончатся именно в этом месяце, потому что на пару раз от силы осталось, а потом перейду к тем, которые внутри, которые уже закончились. У меня тут заканчивается. Гринмама, формула Тагит, сливки косметические для снятия макияжа, череда и корень одуванчика. 170 мл изначально, тут совсем чуть-чуть уже есть. Чтобы выдавить, я откручиваю крышечку и выдавливаю. Кошке они очень нравятся. Вот стоит только выдавить на крышечку, на ватный диск, там ещё куда-нибудь, ну в смысле с крышечки. Даже если она спит, или сидит на кухне, или спит на кухне на стуле, она тут же несётся ко мне и пытается там с ватки это слезать, отодрать, у меня отобрать, или облезать с рук, или ещё откудова-нибудь. Ну вот, не знаю, нравится ей что-то оно. Как сказала одна моя подружка, ну она такая девочка про кошку. Кошка, в принципе, девочка. В общем, у меня сейчас, в принципе, есть чем смывать макияж. Из макияжа у меня только блески да помады для губ, но в общем, макияж губ. Я даже тебе покажу. Оно из ухода. Купотик вверху жопой, ну смертный крыш ногами. Вот оно. Я поняла, что непарфюмированные лосьончики от Эйвен для тела вполне себе подходят, как молочко для лица. А когда у меня это всё закончится, я снова себе их приобрету. Они мне очень нравятся, я с ними знакома уже более 10 лет. 2011 года. И если что, зрители, я тебе советую. Конечно, оно не смывает за один раз вот этот ваш суперстойкий макияж, но за пару-тройку раз вполне себе нормально. Очень хорошая штука. В общем, вот оно у меня. У меня тут на раз осталось. Это подарок от подписчицы Светы. Это 2-4 school. Яйца с какой-то хренотенью. 5 в 1. Она там и праймер, и ещё что-то. И ещё что-то. Но я её юзаю исключительно как маску. И где-то минут через 15-20 смываю. И вот сегодня-завтра я её планирую нанести. Вообще вчера планировала, но как-то у нас не сложилось с ней. Сегодня вот у нас ещё январь, 28-е. Она, в принципе, за 2,5 дня, даже больше, чем 29-е, 30-е, 31-е. За 3,5 дня я её вполне успею делать. В общем, она у меня в пустых баночках. Хоть там и осталась на один раз. Вот это штучка корейской косметики. Спасибо, Света, за возможность поюзать эту хрень. Так. Она очень экономичная, кстати, да. Так. У меня тут почти закончилось. На первый раз ногти стереть осталось. Ваш яркий маникюр, доктор Нейл, жидкая для снятия, лака, кальций, ремонное масло. Когда-то я такие очень часто покупала в чёрном коте по 40 с чем-то рублей. Я давно не была в чёрном коте. То 200 миллилитов её на очень долго хватило. Уход за руками или что-то в этом роде. И я её давно не юзывала, потому что давно не мазала лаком ногти. А тут что-то внезапно снова стала мазать. Хоть они вот тут, кажется, будто бы совсем прозрачные. Такой серебристый The One Faberlic лак, который мне одна подружка подарила как-то. И, в общем, вот тут совсем чуть-чуть осталось. Хорошая жидкость. У меня следующая будет без ацетона, в этом магните купленная. Просто магнит был ближе. Но я стараюсь обычно такую покупать, хотя она как бы вроде как с ацетоном. Сейчас узнаем, что тут у нас. Вообще тут какой-нибудь состав есть. Да, ацетон, аква, глицерин, лимоноил и кальций чего-то там. Всё, такая вот штука. Ну, в принципе, ну, нормально вот такое, когда ногти смываешь, то слегка маслянистое ощущение на ногтях остается. Так, перехожу к пустым бадочкам, совсем пустым. У меня туда закончился этот гель, тут вообще на раз осталось совсем. Ну, даже меньше, чем на раз. Просто окатиться. Эйвансенсенс, ягодная коллекция, вишнёвый коктейль. Спиловичный гель для душа. Это подарок от подписчицы Лёлечки. Очень хороший гель. Мне очень нравится Эйвансенсенс гели для душа. И гелевые, и кремовые. Он для меня пахнет немножко миндалём. Там вот, ну, вот как вишнёвый сок и миндаль. Вот что-то такое. Не как конкретно такая вот, вишня или черешня. Но хороший такой. Мне понравился. Мне вообще нравится аромат вишни. Спасибо, Лёлечке. Так. У меня тут закончился, хоть я его использовала не по назначению. Эйвансенсенс бесконечная освежность 2 в 1 шампуни и ополаскиватели. Имбирь и манго. Технология для волос. Низкий уровень PH 700 мл. Он мне что-то не подошёл. Я его никогда раньше не пробовала. Мне Лёлечка подарила. Я думала, что пойдёт. Но вот что-то с волосами они не сошлись. В итоге я его по большей части заюзала, как жидкое мыло. Аромат вообще обалденный. Ну, и частично как средство для мытья посуды. Вообще, очень круто отмывает чайный налёт на стеклянном чайнике, на чашках. А вот с моими капризами на какой-то момент волосами он почему-то не сложилось. Что-то я его мыла, волосы были грязные, не промытые. Ощущение такое было странное. Они ещё и сыпаться стали. Шампунь, ополаскиватель 2 в основном, бесконечная освежесть и мерибанка. Раньше как-то мне очень хорошо шли эти эйвановские шампуни. Но почему-то теперь очень я расстроилась, когда поняла, что он не подходит. Потому что было 2 флакончика по 700 мл от Лёлечки. Я думала, это мне хватит где-то на полгода точно этого шампуня. И можно не геморриться, что-то думать или искать, или самой делать. Но теперь у меня есть мыльная основа, которая очень хорошо к волосам подходит. Ну, мы с ней... Не зря я на неё 2 года смотрела, облизывалась, меня душила жаба, но я всё-таки заказала. А вот шампунь такой перестал помогать почему-то. Ну, в общем, как жидкое мыло, он обалденный. Но моим волосам почему-то не подошёл. У меня закончилось. Там буквально обмылочек остался. Я его так что-то даёгла до конца. По-моему, мне на 2 месяца его хватило. А Эван Сенса с очищением и свежесть. Романтичный райский сад с ароматом экзотических фруктов и пиона. Туалетное мыло для лица, рук и тела. 75 грамм – это тоже подарок от подписчицы Лёлечки. Обалденное мыло. Вот мне, я помню, как аромат геля для душа, вот этот всё время не понравился. Не знаю почему, вообще не подошёл. А как мыло, мне такое уже Лёлечка, наверное, не первый раз дарит. И мне очень оно понравилось. Оно экономично. Его, во-первых, на 2 месяца хватило. Во-вторых, оно не размокает в этой мыльничке, что у меня очень часто с мылами бывает, совершенно с разными. Оно не трескается практически. Ну, вот у меня было так, до этого, тоже от Лёлечки, оно не трескалось и не размокало. А это немножко трескается, ну, не то чтобы получилось как-то что-то так, вот смотрю, оно потрескалось. Ну, сейчас у меня батареи второй недели уже, ладно, не отапливаются у нас там этот змеевик. Жилсервис мне сначала сделала, потом оно всё сломалось обратно. Ремонтировать или как-то исправлять ситуацию, жилсервис не спешит. Ну, вот такой у нас жилсервис. Ты им деньги платишь, а они нихрена. Допустим, дорога у одного дома расчищена. Я как-то иду, трактор расчистил передо мной дорогу. Вышли дворники это всё очищать после того, как оно очистилось. Я думаю, а почему у нашего дома до сих пор каша? Мы платим приличные деньги за то, чтобы эту территорию дома облагородили. Короче, в общем, у меня почему-то мыло тогда подсохло и потрескалось. Ну, не так, чтобы уж совсем потрескало. И форшевское мыло у меня, оно или размокало, или до хрена трескалось. Вообще вот так вот, будто оно лежало там целый год в какой-нибудь пустыне, я не знаю. А тут, ну, просто пара трещин была. Оно вообще очень хорошее мыло, мне очень понравилось. Спасибо, Лёлечке, на пустых баночках. У меня закончилось. Я из неё выжила всё. Мне кажется, если только вот здесь вот отрезать, может, как-то там выскоплить изнутри получится. Это Денталклиник 2080 Керасис. Причём я не знала раньше, что Керасис и Денталклиник – это одно и то же. Ну, в смысле, Денталклиник – это запчасть Керасиса. У меня было две таких зубных пасты. Я покупала две по цене одной в начале прошлого года. Мне их хватило практически, ну, не сказать, чтобы на год, но надолго. Ну, месяцев на восемь, может. Вот это была в деревне. Потом она сюда приехала. Вот я её на днях доделала. Ну, может, дней семь назад, потому что я сейчас немножко зубным порошком практически пользуюсь самопальным. Очень хорошая паста экономичная. Не помню, да, тут написано 120 грамм. Открывается она вот так. Тут чуть-чуть уже она сохла. А может, уже и не выдавить там. Всё, что можно, уже ушло. Буквально с пол ногтя и нормально. Правда, пару раз у меня как-то выдавливалось, ну, с два ногтя. Хотела сказать, очень много. Ну, да, много. С два ногтя и, в принципе, что с одного ногтя, с пол ногтя, что с два ногтя. Эффект одинаковый. Ну, как бы, неэкономично, когда с два ногтя. Но у меня будет уже потом другая зубная паста, уже китайская. Я, правда, её ещё не забрала, о чём говорила, в уходе на февраль. Вот это у меня в пустых баночках. Возможно, потом как-нибудь ещё приобретут. Тут морские соли и травы, или морские минералы и травы. Что-то такое приятное на вкус. Такая бело-зелёная была. Ну, такой светло-зелёный, такой ближе к бледно-салатовому цвету и белый, полосатенький. Ну, в принципе, сейчас вот мятый пахнет. Я не знаю тут как. Вот оно какое-то такое. Даже не то, чтобы зелёное, а ближе к зелёно-жёлтому какому-то. Ну, в общем, вот. В пустых баночках оно. В пустых баночках у меня очередная баночка, которая отживала. Там ещё можно было как-то соскоблить, но он как-то подсох, и уже никак. Это 60 грамм. Та, которая сейчас у меня на уход, она на 30 грамм. Когда жжеван универсальная штука, поцарапала тебя кошка-зритель. Помазал пару раз за день, можно три раза за день, и зажива. Пальчик обжёг случайным маслом горячим с сковороды, пока пёк блины. Помазал пару раз, и счастье пришло. Что морда на лице какая-то сухая, ну, в смысле, кожа на лице морда на лице какая-нибудь сухая, слишком жирная, или какие-то прыщи. Намазал, и да, даже вот сухая. Несмотря на то, что он кажется жирным, этот крем, он нормально так никакой жирной плёнки не оставляет. Можно крылья носа намазать и чуть-чуть внутри, если у тебя, допустим, насморк. Ты вышел на балкон на минут 5, а там минус 13, и ты простудился. Ну, я по себе говорю. Её ещё можно внутрь, пол чайной ложки, там инструкция по применению на русском есть, или там в интернете, можно посмотреть отдельный обзор на этот кайлаш на моём же канале. Короче говоря, можно пол чайной ложки внутрь, если у тебя болит горло, но я ещё не пробовала на себе. Можно вот здесь помазать. Можно голову помазать, если она не супер сильно болит. Даже иногда супер сильно, и уже ничего не помогает. Помажешь, полежишь, вроде как-то чуть-чуть полегче. Можно помазать какую-нибудь болющую там коленку, или ещё что-то. Вообще универсальная штука. Так, у меня закончился Эйвен Сенсос клубничной мечты с ароматом клубники, со сливками гель для душа, крем-гель для душа от Эйвен. Это тоже подарок от подписчиков Лёлечки. Тут уже совсем чуть-чуть, я просто его качивала, это вот водичка осталась, а всё. Очень классный гель. Я, правда, там не чувствовала аромата этого клубники со сливками, но чё-то такое приятненькое пахло. Вот сейчас с этим можно. Хотя, может быть, это клубника, но оно напоминает карамельку, клубнику со сливками. Ну, на клубнику оно не тянет. Сейчас пойдут афирные масла. У меня закончилось. 62 рубля стоило 10 мл. Масло чайного дерева. Фирма натуральное масло продаётся в аптеке, а ещё я видела на Вайберис. Но на Вайберис оно в разы дороже, чем, допустим, в аптеке у нас. Вот, 10 мл. Я его в основе добавляла в самопальную косметику, в дезике. Ну, дезидоранты на воске сделаны. Иногда там капельку какую-нибудь отвар для волос, чтобы помыть волосы. Иногда там аромалампу. Ну, чаще как вот для изготовления домашней косметики. У меня закончилось. Фирма Аспера. Тоже продаётся в аптеке. Ну, в других местах не видела. 100% натуральное эфирное масло корица. 1,2 мл. Вдохни силу природы. Вот в такой малюсенькой фигнюшке было. Я его в основе использовала иногда как капельку в ванну принять с пеной. Иногда как в тазик для ног. По большей части в косметику самопальную. Ну, иногда вот в аромалампу. У меня закончился. А, это ещё не закончился. Это коробочка просто от дома. Закончился, короче. Эфирное масло мандарина. Мандарина 55 рублей стоило. Это Синам. Тоже в аптеке покупала. Ну, в смысле, Синам – это фирма, производящая там масло. Вот такое вот. Тоже 10 мл. Очень хорошее. Последний раз я его... В основе я его использовала как... Чтобы кошка не драла вот в этом месте, не грызла мой стол. Она тут стала грызть мой деревянный компьютерный стол. Вообще жуть. Не кошка, а бобёр. Чтобы кошка не драла обои, я иногда рядом капала, ну, на пол, на линолеум, несколько капельок мандаринового масла. Иногда я использовала как эфирное масло вот в аромалампе. Последний раз использовала, но у меня по большей части ушло вот в приготовление косметики. Воска для ногтей, бальзама для губ. У меня закончилось. Подарок от подписчицы Светы. Гратол. Лавандер. Экстракты травы, серебро. Крем для рук. Увлажнение, регенерация, защита. Такой вот малюсенький флакончик. 30 мл. Довольно надолго хватило. Экономичный крем. Хороший, хорошо впитывался. Спасибо, Света, за возможность попробовать. Что у меня тут? Я иногда их кладу, иногда нет, эти пакетики от ватных дисков. Тут у нас Ауроклассик ватные диски, ультрамягкие, 100 штук. Я даже не помню, где я их покупала. Хорошие ватные диски. Ну, я обычно пользуюсь как бы каждый день этой фирмой, Ошановской, там, 35 рублей, 120 штук. Ну, вот они у меня обычно как-то про запас покупают. Сейчас вот я их пользую, и ещё у меня там какие-то ватные диски есть в даблецене купленные. Лежат в запасике. Так, у меня закончился. Обалденная штука. Дом Фаберлик косметика для уютного дома. Концентрированная следствия для мытья посуды. Лесная малина. Это подарок от подписчицы Лёлечки. Очень хорошая штука. Спасибо тебе, Лёлечка. Когда мне Лёлечка что-то присылает в подарок, то там обязательно есть вот такая штука для мытья посуды. Ну, не обязательно с этим ароматом, как-то было с углём. Ну, где-то месяца на три хватает. Ну, не скажу, что она концентрированная. Я вот как-то капаю на губочку. Ну, как бы хватает. Тут сколько? Сколько тут вообще, блин? Эй, где грамма-то есть? Да, наверное, надо сказать. А, тут 500 миллилитров, но на три месяца её как-то так хватает. Тут номер же где-то. А, вот. 1-1-1-9-5. Это вот, ну, может, там кому-то надо. Я надеюсь, камера сконцентрировалась на нём. Увидела этот номер. В общем, 111-95. Концентрированное следствие для мытья посуды с экстрактом малины. Частота и блеск легко и с удовольствием. Вот такая вот штука. И по ходу дела это у меня все пустые баночки с декабря по январь. С декабря 2021 года по январь 2022 года январь всё ещё идёт. Сегодня 28 января. Всем спасибо за просмотр. Если вы что-то юзайте из того, что я тут показала, будет прикольно почитать в комменты. Всем пока. Не забудь поставить палец кверху.